Вопросов по организации и проведению итоговой государственной аттестации было немало, начиная от срока подачи апелляции до набора предметов по выбору. В первую очередь вопросы возникают с перечнем предметов, с которым необходимо определиться для прохождения государственной итоговой аттестации. Мы всегда говорим, что для получения аттестата необходимы два обязательных предмета. Это русский язык и математика базовая. А вот дальнейшая цель получения высшего профессионального образования и как раз определяет набор предметов по выбору. Самое главное определиться с полным набором предметов, можно сказать, с максимальным набором до 1 февраля 2017 года. Это для 11-классников. Для 9-х классов в этом году обязательными у нас являются 4 предмета. Из них русский язык и математика и два по выбору. Все они влияют, результативность выбранных из данных предметов, на итоговую отметку. Участники пресс-конференции, родительский актив, педагоги волновало собравшихся и ситуации с поступлением в высшие учебные заведения, а точнее количество баллов, которые необходимо набрать выпускникам. Если вы выйдете и увидите, что проходной балл, например, у нас математика профильная, 27 баллов для того, чтобы получить аттестат, если выбрали профильный предмет, а в МГУ на какое-то профильное направление подготовки, где математика профильная, вы можете увидеть, что балл проходной не менее 60 баллов. Только тогда вы сможете подать заявление на это направление подготовки. Еще одна ситуация. В день проведения ЕГЭ ребенок, который сдает экзамены, заболел. Как действовать в этом случае? Если ребенок в день проведения экзамена плохо себя почувствовал, то необходимо обратиться в медицинское учреждение, получить соответствующий документ и сообщить обязательно руководству школы, что ребенок заболел, и предоставить этот документ в школу. Предусмотрено, что ребенок по причине болезни может сдать экзамен в резервные дни. В этом году государственную итоговую аттестацию будут сдавать 147 11-классников и около 349-классников. Главной подчеркнула Ольга Гусева. Серьезная подготовка и положительный настрой всех заинтересованных лиц – педагогов, родителей, выпускников. И тогда все получится.